владивосток прекрасный русский город форпост россии на востоке на краю но не согласны с этим жители приморья не на краю а на переднем крае как в бою здесь русский флот стоит россию защищает от ураганов от стихии от невзгод и от желающих разинут рот на наши караваи такой вот город и народ прекрасно здесь живет уважаемые любители рок-музыки я прям чувствую что вы соскучились по путешествиям про к путешествиям и как вы обратили внимание мы находимся в аэропорту в новом здании шереметьево терминал b и вот угадайте куда мы летим я вот со стопроцентной уверенностью скажу вам что вы не угадаете знаете почему потому что вы думаете что мы летим куда-то на запад тут же видите дьют и фри всякие не ребята мы на этот раз решили полететь на дальний восток на мою малую родину а именно мы летим сейчас город владивосток почему потому что волощук sd служил там на флоте призывался туда в восемьдесят первом году и первых полгода службы прошло у него именно во владивостоке а еще точнее именно на русском острове там было 4 учебки и дисциплинарный батальон вот одно из учебок которая называлась школа оружия я и проходил службу и сейчас я уговорил нашего продюсера великого режиссера ехать никуда-нибудь там не на запад какой-то там загнивающий а в наш родной приморский край вот так вот я уговорил нашего продюсера это чтобы понимали что это было тяжело мне убедить ее потому что вы знаете у нас же сервиса нет никакого поэтому они любят к сервис хорошие а мы что-то неприхотливые уговорил поэтому летим а почему выбрали именно это время а я вам объясню а потому что 25 июля последнее воскресенье этого месяца день военно-морского флота и поэтому я хочу встретить там день военно-морского флота посмотреть на наши прекрасные новейшие корабли которые там стоят прям в городе будет военно-морской парад кораблей и это будет очень интересно и оттуда я вам сделаю репортаж вот так вот а вы говорите что мы плохие патриоты не мы настоящие патриоты летим во владивосток первый раз я приехал во владивосток в 1981 году а как это произошло я захотел заработать кучу денег себе на хороший инструмент на гитару на хорошую на американскую она стоила 1000 рублей это были тогда огромные деньги я решил поехать на золотые прииски они находились на дальнем востоке в амурской области и поэтому я через всю страну экономя копейку каждую плацкарте проехался от москвы до города свободный и оттуда уже я попал на прииски на селинджинские а уж селинджинских приисков поработавший там золотишко помыл на гитару так и не заработал меня призвали на флот во владивосток вот так я попал во владивосток мы заходим сюда в кафе перед взлетом только ради того чтобы произнести традиционный тост за хороший полет и мягкую посадку уважаемые любители рок-музыки вы когда-нибудь опаздывали на самолет мы тоже до недавнего времени не опаздывали и вот это наконец-то случилось мы опоздали на рейс во владивосток билеты куда купили заранее аж за два месяца загадя и приехали за два часа заранее но мы не учли размеры нового терминала б в шереметьево не знали что расстояние от кафе в котором мы ожидали рейса до выхода номер 103 где происходило посадка на наш рейс исчислялось сотнями метров мы добежали с опозданием на две минуты но они уже закрыли посадку и не на какие мои просьбы и увещевания и даже на обещание денежного вознаграждения не пошли пришлось идти и менять билеты но на владивосток ближайшие свободные места были на рейсе который вылетал аж через неделю поэтому пришлось поменять билеты сразу на камчатку а билеты владивосток камчатка которые также были куплены загадя просто пришлось сдать теперь полетим сразу же на камчатку и будем рассказывать вам про этот прекрасный и далекий русский край но тем не менее песню про владивосток мы сочиним и споем для вас специально так что ждите из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу